Друзья, всем привет! Меня зовут Евгений, я живу и работаю в Санкт-Петербурге. Тема ролика «В какой валюте откладывать деньги сегодня?» На эту тему я много раз снимал различные ролики, и в принципе всегда на пусты у меня было к вам одно. Коршуны, несмотря ни на что, всегда откладывайте деньги, всегда имеете какую-то цель, идите к ней. И поэтому обязательно, хоть чуть-чуть, но немножко зарплаты, покупайте валюту. Я вам рекомендовал покупать баксы, доллары, потому что сам благодаря этому вышел на недвижимость. И сейчас, собственно, снимаю вам ролик в этой квартире, потому что когда-то откладывал деньги в долларах. Мне это сыграло на руку. Однако сегодня, ребята, после 24 февраля вот этих ярких событий все перевернулось с головы на ноги. И вот я просто анализирую, и вы мне сейчас в комментариях пишите. «Женька, мы смотрим твои предыдущие ролики, а что сейчас делать? Как думаешь?» И я вот про себя складываю такие интересные моменты в жизни, которые сейчас происходят. Например, инфляция сейчас в Америке 8,5%. Госдолг растет. Что-то там арабы с китайцами уже за юань и нефть начинают продавать. Плюс у нас этот курс вот так прыгает. И вот вам порекомендовать сегодня, сказать, что коршуна откладывайте в долларах, не переживайте, все будет в Аригуд, я не могу, ребята. Поэтому давайте посмотрим, в чем же сегодня можно более надежно откладывать деньги, осознавая и понимая, что они, во всяком случае, не прогорят и не пропадут. Это уже хорошо будет. Я уже не говорю про то, чтобы на этом заработать. Хотя бы сохранить сегодня. Уже победа будет. Давайте, ребятки, так, начну свою речь с какого момента. До 24... Ребята, у меня... Ну, новостройка, извините, сейчас. Так, все, рекламная пауза прошла. Погнали. Значит, смотрите. До 24 февраля случилось, и вот были яркие события, доллар был по 120, по 140. Вы мне, кстати, писали, Женя, что делать, что делать, покупать, продавать, я сказал, коршуны, без паники, все нормально, доллар будет по 80-90, 120-140, он переоценен. И я ошибся тогда, понимаете, кто знал, что валюта будет вообще по 50-60. Ни один аналитик не смог предсказать этого, что, ну, всех тянуло в то, что доллар будет по 200, как бы, мы на это больше, как бы, шансов было, да. А он стал 50. Верили? Верили? Не верили, конечно. Кто-то предположил? Никто. Поэтому, друзья, я вам так скажу. Если кто-то категорично вам говорит о том, что стопудово, стопудово это будет, не верьте. Просто у человека хватает наглости, смелости сказать, что это будет так, я так считаю. Понимаете, вот и все. Ни один аналитик и какая-нибудь там, не знаю, Ванга, кто угодно не знает, что будет завтра. Любой малейший фактор может сыграть вот так и все перевернуть обратно с ног на голову. Однако, вместе с тем, мы с вами анализируем рынок, соединяем какие-то факты, предполагаем и изнутри себя, вот, вот, отсюда, да, достаем вот эту информацию и доверяемся, в первую очередь, себе, начинаем действовать и откладывать деньги. В любом случае откладывать. Самое главное, коршуны. Каждый месяц, каждый месяц вы должны отложить денежку. Каждый месяц. Имейте в виду. А, коршун, нож чешется, не могу. Значит, поэтому сегодня я вам вот рассказывал, как я рассуждаю, в чем я бы откладывал сегодня деньги. Ребята, для меня надежнее всего сегодня является юань. Да, в этой валюте она сейчас по 12 рублей за штучку, за юань, да, за доллар. Ой, господи, за одну штуку. Почему? Почему я все-таки склоняю стороны юаня? Во-первых, коршуны, в последний раз Китай и в Пекине я был в 2018 году. И если кто-то думал, что Пекин, это, знаете, как, ну, как в Аладине, помните, там, песчаные дома, там, все очень, ну, скажем, цивилизация туда только приходит. Ой, ребятки, на самом деле, когда первый раз я попал в Китай, я понял, насколько мы отстали от них. Там настолько все современнее, там такие развязки, такие небоскребы, такое метро, там настолько все масштабнее, прогрессивнее и более новое, чем у нас, что, ну, они, они уже, уже на шаг впереди нас. То есть технологии там вообще развиваются по максимуму. Следующее, в Китае есть производство. Если Европа, Америка, это люди, скажем, живут за счет того, что туда просто идут инвестиции, да, идут деньги, то Китай, производство, даже если наступит кризис, их все равно это меньше коснется. Следующий момент, вот из-за этих дурацких санкций, да, понятно, что санкции играют на обе стороны. И есть негативные последствия для Европы, для Америки. И я тоже смотрю блогеров, которые живут как раз в Европе, русскоговорящих, в Америке, и понимаю, что, ребят, там не все так радужно и замечательно, как бы хотелось. У них тоже есть проблемы, у них тоже не хватает денег, у них тоже есть беженцы, безработица, плюс у них очень сильно дорожают энергоресурсы. Короче, я вот это все складываю, анализирую и понимаю, что на сегодняшний момент китайцы более надежны, чем американцы. Хотя раньше мне казалось до 24 февраля, что нет, доллар, доллар только туда и, только в доллары. Сегодня, ребята, я склоняюсь в сторону юаня. Но это мое мнение, Коршина, еще раз. Если бы я откладывал деньги сегодня, это был бы юань, однозначно. Все, это мое решение. Почему? Я вам объяснил. Что будет дальше, никто не знает. Вот так. Самое главное, ребята, еще раз, вы должны откладывать деньги, должны. Запомните это, как отче наш. И вот сейчас все те, кто пишет мне, Женя, это тебе хорошо, тебе повезло, ты живешь с котом один. Ребята, я просто к этому шел. И если у вас сейчас есть экономические проблемы, вы сами их себе создали. Просто это нужно признать и осознать. Что я имею в виду? Тем людям, которые пишут, у тебя нет алиментов, у тебя нет 30 детей, у тебя нет долгов. Вы сами себе это создали. Нужно это осознать и идти в дорогу, как из этого выкарабкиваться. Вот в чем дело, а не засасывать себя еще дальше. Кто, как правило, пишет мне, что это мне повезло, а вот я такой бедный, несчастный. Люди, которые не особо хотят работать, да, люди, которые прикрываются неудачами государства, правительства, кого угодно, только они не виноваты, что у них такие проблемы, ребята. Вот, вот кто пишет вот эти комментарии. И если взять двух одинаковых человек, допустим, вот очень видно на одноклассниках, допустим, берем два, двух человек, одноклассники. Старт, в принципе, один и тот же. Вот я даже по своему классу смотрю. Мы все, в принципе, из деревни, мы все простые люди. У нас все родители простые работяги. И вместе с тем, кто-то живет в Питере в своей квартире, а кто-то до сих пор живет с родителями. Понимаете? Хотя старт был одинаковый. И тот может сказать, что это государство виновата. Там Лукашенко в Беларуси виноват, что он бедный не заработал. Понимаете? Что он батька из дома выгоняет, и он живет в машине сейчас летом. Ну, это Лукашенко виноват, не он. Вот к чему. Посмотрите, что я делаю и транслирую не так. Посмотрите на окружение ваше. Почему кто-то живет богато, кто-то откладывает, ездит за границу, покупает себе что-то, а вы не можете себе это позволить. И еще момент. Сегодня в век интернета заработать сможет каждый. Поэтому, вот те, кто мне кричат, что невозможно накопить на квартиру, на машину, на свою мечту, на переезд куда-то, вам домашнее задание. Пойти из зарплаты купить 100 юаней. Это всего лишь 1200, ребята. 100 юаней. Если вы это не можете сделать, если вы не можете в интернете заработать 1200, признайте себе, что вы лузер. Все, я лузер, все, я не могу. Я лентяй, я лода, я неудачник. Как угодно, отец. Скажите, если вы не можете на 1200 купить в месяц все валюты. Зачем? Посмотрите. Вы месяц, два, три, через год вы увидите. Самое главное начать копить. Начать и еще главное поставить цель. Не просто копить, а иметь какую-то цель. Не обязательно должна быть квартира, ребята. Просто у меня была квартира, когда не было жилья. Сегодня у меня цель другая. У меня закосить долги по этой квартире, закрыть ипотеку. И вместе с тем, это моя цель. Чем быстрее я к ней приду, тем быстрее появится новая цель. И так до бесконечности можно. Ну, касательно цели, я еще хочу сделать отдельный ролик. Многие из нас не знают, что хотят. Вот вы приходите ко мне на консультацию. Я спрашиваю, что ты хочешь? Он говорит, я не знаю. Ну, вот что-то абстрактное такое. Вот, чтобы человек конкретно сформулировал, что он хочет. Хочу вот конкретно вот это. Это целая проблема для многих. Поэтому я сниму на эту тему ролик. Как определиться, чего конкретно ты хочешь? Для многих это проблема. Ладно, возвращаемся к деньгам. Это очень важная тема, ребята. Деньги – это важная тема. Одна из самых важных. На уровне здоровья вот этого вот, она коллеглица. Обязательно откладывайте. Я вам дал рекомендацию, Юани. Вы ориентируйтесь на свой жизненный опыт. На свой путь, на свой опыт. Я вам объяснил, почему Юани. Могу я ошибаться? Конечно, ребята. Конечно, могу. Но я предполагаю, что в нынешней ситуации это наилучший вариант из всех наихудших. Вот так вам скажу. Поэтому, коршуны, откладывайте в юанях, ставьте цели, достигайте. Ну и после этого ставьте еще более амбициозной цели. Как это сделать, я расскажу вам в следующем ролике. Хорошо, ребятки? Хорошо? Камера моя, поищу, не готова. Не звонили. Уже сколько? Пять дней прошло с МВД. Не звонят, ни слуха, ни духа. Но я еще что, к концу недели самим позвоню. Пока, видите, снимаю на телефон. Как есть, каких-то влогов, чтобы по Питеру погулять, на сеной рынок с вами сходить, посмотреть, почет там овощи, фрукты, сейчас сезон. Но нету камеры, ребята. Нету. Вроде бы 40 тысяч потратил, а толку нет. Снимать не могу. Поэтому жду звонка от МВДО. Вот так. Еще есть у меня в Телеграме группа. Называется Коршун из Санкт-Петербурга. Там, конечно, если что, какое-то яркое событие случается, я сразу туда. Сразу там будет. Поэтому давайте еще и дружите там. Подключайтесь. Группа Коршун из Санкт-Петербурга. Жду каждого. Откладывайте деньги, ребята. Вам домашнее задание. Запомните. 100 юаней, если у вас сейчас нет накоплений, сходили с зарплатой и купили. И мне написали, Женя, домашнее задание выполнено. Хорошо? Все, жду. Пока. Жду, ребята, выполнить домашнее задание.